Меньше и меньше уходит время на настройку. Скоро мы вообще... Сегодня мы планировали также подключить еще французский язык, но пока не протестировали, этого делать не будем. На следующей неделе уже будет. Сегодня мы также планировали подключить нашу французский язык, но как мы не имели возможность тестировать, мы решили не сделать это. Мы, наверное, будем делать это в следующей неделе. Мистер Сибирикофф, у него есть проблемы с его устройствами, поэтому он будет только able to join the Russian room. В конце он не будет able to join any other room. Конечно, уже иногда задумываешься, что нужно, наверное, заказать свою вебинарную комнату, чтобы нам сделали под нашим... Ну что же, друзья, перейдем к вебинару, потому что новостей очень много. Я могу сказать то, что было на прошлой неделе, потому что Сергей Анатольевич и Франтишек вернулись в Латинской Америке. Это уже новости прошлой недели. Вы помните прекрасно, что у нас год Skyway считается за 10 лет, соответственно, недели у нас как минимум за несколько месяцев. Как вы помните, один год Skyway считается 10 лет, поэтому одну неделю может быть примерно несколько месяцев. В конце, если останется время, мы буквально ненадолго еще остановимся на Латинской Америке, потому что осенью, в сентябре, мы очень часто будем останавливаться на Латинской Америке. В конце, если остается время, мы будем говорить о Латинской Америке, если у нас есть время, Мне хотелось бы все-таки остановиться на юго-восточной Азии. Виктор Бабурин там находится уже фактически больше месяцев. Представьте себе, это, наверное, рекордная командировка от Виктора, и кто, как не Виктор, может выполнять такие задачи. Основная миссия, естественно, была подготовить максимально почву по адресным проектам, максимально провести все переговоры перед приездом генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Веницкого. Конечно, главная миссия этого путешествия была подготовить максимально все таргет-проекты, все договоры, до того, чтобы наш главный дизайнер, главный инженер, приехал туда, мистер Веницкий. Потому что, конечно, теоретически Анатолий Эдуардович может разъезжать и вести переговоры, но физически на это времени нет, потому что очень много работы в КБ и на экотехнопарке. Вот уже несколько дней Анатолий Эдуардович также находится на территории Индии. И я могу сказать, что Виктор подготовил почву максимально подготовлено. То есть сейчас уже непосредственно происходит встречи по заключению контрактов, договоров по адресным проектам. So now there are direct meetings with the purpose of signing the contracts about the target projects. И я хотел бы процитировать Виктора, то есть мы с ним постоянно в социальных сетях, в Вайбере на связи, но выходит на связь он уже достаточно более редко. And I would like to quote, Виктор, as we keep in touch in social networks and in Viber, but we keep in touch quite rarely now. And that Mr. Yunitsky's trip is quite serious for five target projects with very serious partners. И это что касается только Индии. Это крупнейшие порты. И я спросил Виктора примерно по капитализации вот эти пять проектов. Он ответил, что только одного порта, даже нам проекта, который они заключили, нам хватит на несколько лет, а может быть даже более. Но я, естественно, уточнил и спросил, а по капитализации сколько? Ну, Виктор не сказал точно, он сказал, что достаточно много никто не будет рассказывать. Then I re-asked him, what about the capitalization? And he wouldn't be able to say precisely, but he said it would be quite a lot and no one would be disappointed. Вообще, вы помните, что Нитин Гаткари сказал, что... Так, у нас опять... Дима Минск — это тролль, наверное, да? Так, друзья, ну... Дима Минск — это тролль, я думаю. Да, я тогда остановил... Остановил чат в русской аудитории. Но троллем нас не сбить. Вы помните, что Нитин Гаткари... Министр транспорта Индии, Нитин Гаткари продекларировал, что начните реализовывать один проект, и будет вам 200-300 проектов только в направлении морских портов. Так вот, мы можем сказать, что буквально на днях Виктора Анатолия Эдуардовича были в частном крупном порту. Тут очень, как бы, все заряжены на инновации. 4 миллиона контейнеров в год. Представьте количество. Так вот, recently, Виктор и мистер Юницкий visited a private major port, who is really crazy about innovations, and they said that they have 4 million containers per year. Can you imagine that? То есть, это огромная сумма только одного порта. Если сравнивать, допустим, с Латинской Америкой, что тоже немаловажно, там-то нужно через Анды переходить. 400-500 тысяч контейнеров в Монте-Видео, столицу Уругвая. Это довольно огромная сумма, потому что, если мы сравниваем это с Латинской Америкой, которая, конечно, не менее важна, но, помните, там-то нужно скрыть Анды, и там, в Монте-Видео, там только 400-500 тысяч контейнеров в год. И, естественно, друзья, вы видите и понимаете, что только SkyWay может реализовать эту задачу. То есть это комплексное решение транспортно-логистической перевозки контейнеров и именно решение проблем морских портов. Так, Андрей, включи, пожалуйста, картинку портов. Порт, также порт. И, друзья, сейчас никто в мире не может предоставить такое решение, как мы предоставляем сегодня. Все представляют именно разрозненные, отдельные решения, и их нужно собирать воедино. Причем это намного дороже, дольше и наименее эффективно. У SkyWay, естественно, единое решение, реализованное в одном проекте. SkyWay naturally has unified solution that is implemented within one project. Кто-то, вот смотря на эту картинку, скажет, тролли особенно, у вас же не продемонстрированное решение. И, друзья, поверьте, как бы сертификация и белорусская, и азиатская идет полным ходом. Белорусская сертификация близится вообще сейчас к завершению. И, соответственно, если, да, у нас нет реальной демонстрации именно решения для портов, то элементы этого проекта у нас будут сертифицированы и продемонстрированы. И, да, мы еще не имеем реальную демонстрацию для портов, но все элементы этого решения будут сертифицированы и продемонстрированы. Ну и начнем с того, что, в принципе, на многие задачи решения вообще на сегодняшний день нет, именно что касается морских портов. Так же мы помним, что с 30-ти градусным уклоном будет строиться дополнительная трасса на экотехнопарке. Это также и для Индии, и для Азии, и для других проектов. Ну и я не говорю о том, что целая армия юнибусов уже действительно находится на территории научно-производственного конструкторского предприятия. Естественно, не сотни, не десятки даже, но уже больше двух. Он, кстати, тут спрашивает в русском чате, смена этапа будет после сертификации. Нет, смена этапа будет до сертификации. После сертификации мы еще можем помнить. Они спрашивают, если изменение периода или этапа будет происходить после сертификации. Нет, это будет происходить после сертификации. И после сертификации мы можем изменять еще раз. Если говорить вообще про потенциал грузовых перевозок, именно что касается морских портов, то я могу сказать, что потенциал просто колоссальный. То есть с 2015 года до 2017 года примерно как минимум на 15-20 процентов увеличилось количество миллионов метрических тонн, перевозимых именно в портах. Из 2015 до 2017 года миллионы метрических тонн в морских портах увеличилось примерно 15-20 процентов. Нет, кстати, коллеги, что-то продешевил. С одной тысячи пятидесяти двух миллионов метрических тонн в 2015 году потенциал увеличился до одного миллиона семидесяти восьми метрических тонн в 2017 году. Ну скажи, что на 75.8 процентов. Скажи, что на 75.8 процентов. Это только Индия. Андрей, все, успеваешь. Индия имеет 12 главных портов и более 200 именно поменьше частных и промежуточных. И я вас могу поздравить, это наше время. Но еще могу дать такую вот суперинсайдную информацию. Эту информацию дал Виктор. Я Тони был в курсе, ну, уже, наверное, несколько недель сегодня. Он сказал, что можно рассказывать об этом. Вот вы, наверное, помните, что полтора года назад где-то мы рассказывали про некую технологию SkyTrend. Ну, то есть, немножко, если вдаваться в историю, то эта технология должна была запуститься летом 2016 года, но так и не запустилась. Это одни из наших конкурентов именно в направлении городских пассажирских перевозок транспорта второго уровня. Ну и на самом деле, чего только в концептах транспорта второго уровня мы не встречали. В Венгрии эту презентацию не показывали, но в Словакии точно видели. И что вы думаете? Сейчас, вот если вы перейдете по статье, я бросил в чате именно английского русского вебинара. То есть, коллеги, Андрей, Чаба, если что, зайдете, может, нет у меня возможности перейдеть. And now you can see the link to the article that I placed in Russian-English chat. My colleagues from other rooms might be able to copy it into their chats. И там как раз сейчас выбирается именно шестой вид транспорта среди шести коммерческих предложений. Выско-технологичного, автоматизированного, инновационного, общественного транспорта. So there they choose the six type of transportation for city transportation as high-technological, automated, innovative, public transportation. Естественно, это все через нити АЙОК происходит. То есть это национальный институт для трансформации в Индии, для преобразования в Индии. And this all naturally happens through the National Institution of Transportation and Innovation in India. То есть фактически на уровне государств, на уровне правительств, индийским компаниям и вообще мировым был дан такой контест. Дайте нам технологии инновационного общественного транспорта. So on the level of the country and of the government, Indian companies and global companies were given the opportunity to take part in a contest. And this contest requires to find innovative public transportation. Были представлены вот как раз концепции SkyTrend, который никак не запустился. У Митрина PRT тоже, насколько я помню, нет промышленного образца. И вот там огромный минус всех этих технологий, потому что нам есть что показать. У них прожекты, визуализации компьютерные и так далее. And, of course, Митрина PRT has no industrial sample or real example of their technologies. So all they have, and that's the disadvantage of all these projects, is only projections or visualizations on the computer. Представлено еще под такси, то есть это небольшие автоматизированные вагончики. Если не ошибаюсь, мы их видели на InnoTrans 2016. There is also so-called sub-taxi that was represented there. We might have seen those small automated wagons in InnoTrans 2016. Ну, естественно, всеми нам любимый Hyperloop. То есть он влезет куда угодно, потому что бюджет у них большой. Они привлекли более 50 миллионов долларов, то есть не ошибаюсь. And, of course, naturally our dearly beloved Hyperloop, which tries to get in anywhere and everywhere, because they have a major budget, because they have attracted 50 million dollars, though I do not understand for what. Повторюсь, это государственная программа, и это именно очень супервысокий уровень. Представьте, что в городах Индии появится транспорт нового поколения. I will have to repeat that it is Indian state program that is looking for this transportation. It's super high level, and can you imagine, Indian cities will have the city transportation of new generation. And why do I now declare this inside news? It's because this new type of transportation will most probably be Skyway. Кто был в Индии, в Азии, в Шри-Ланке, на Шри-Ланке, в Малайзии понимает, о чём я говорю, то есть об этих тук-туках, которые просто кишат на улицах. Вы понимаете, что все эти традиционные виды транспорта, именно городского пассажирского, а-ля такси, они очень опасны как для здоровья, так для экологии, так и дорожно-транспортные происшествия? All those traditional kinds of city passenger transportation, а-ля такси, are quite dangerous for health, for ecology and accident ones. И вот помните, может быть, зимой, дамы и господа Словакия, на январской конференции я говорил, что что-то подсказывает, что у нас будет альтернативное решение, как убрать тук-туки с дорог Индии. И сейчас оно у нас есть. Самое решение, оно было продемонстрировано ещё в наиболее время, в ноябре, ну и далее уже юнибусы следующего года, уже в апреле. Но главное – это рыночная применимость, именно маркетинг развития технологий. И я могу действительно с огромным удовольствием заявить, что применяемость технологии SkyWay на рынке Индии – это далеко не только грузовое направление, но и городское пассажирское. И я больше чем уверен, высокоскоростное также будет применяться. Ну и я уж молчу о том, что теоретически потенциально уже после начала реализации проектов, обсуждались такие концепты, как линейный город, допустим, с Мумбаи и Нагуа. То есть вы представляете, какого масштаба проект? А это только Индия. И, как сказал Виктор, результат этой поездки – пять крупных потенциальностей проектов. И, наверное, надо даже с проектами пока потормозить. И это только Индия. И, как сказал Виктор, результаты этой поездки – пять потенциально важных цифровых проектов. И они так серьезные, что мы, наверное, даже не должны сломаться с обучающимися проектами. То есть любой развивающейся инфраструктурной корпорацией, стремящейся стать крупной, всегда очень важно получить первичный комплексный пул заказов. У нас их столько, что от некоторых мы уже вынуждены не то что отказываться, откладывать чуть подальше. И повторюсь, это только Индия. А еще Виктор подготовился и по Индонезии, и по Малайзии. И сейчас у нас скоро уже готовятся встречи на высшем правительственном уровне во Вьетнаме. And I have to repeat myself that that is only India, but Victor has also prepared everything in Indonesia, in Malaysia, and soon there will be meetings on higher governmental level in Vietnam. То есть если Ford именно применил свои автомобили, и куча Ford появилась именно в США, то Skyway был рожден на Мариной горке, ну изначально в голове Анатолия Эдуардовича Юницкого, и применяться он будет вот так получилось в Азии, причем массово. Хорошо. Давайте, наверное, на сегодняшний день оставим уже Южную Азию, Юго-Восточную Азию, потому что там проектов просто масса, и я не могу представить капитализацию, какая цифра большая. Причем эти же трассы будут сотни лет функционировать, контейнеры туда-сюда, туда-сюда будут перемещаться. Соответственно, дивиденды туда-сюда, туда, к нам. And these tracks will work for hundreds of years, moving containers back and forth, back and forth, and moving dividends to us. Ну и параллельно с отработкой решений для портов для Азии мы это будем масштабировать уже на Латинскую Америку. And in parallel with developing the solutions for Asian ports, we, of course, will scale these solutions also for Latin America. И Виктору Бабурину, и Сергею Анатольевичу Сибирякову придется осенью вернуться в свои страны. Виктор Бабурин и Сергей Сибиряков будут вернуться в свои respective countries. Сергей Анатольевич вернется в страны Латинской Америки. Может быть, конечно, я еще присоединюсь, но пока не точно, потому что очень много работает и другой. И Виктор, соответственно, тоже где-то на месяц снова уедет в Азию. That is... Mr. Сибиряков will have to go back to Latin America, and maybe I will join him, which is not yet sure, because there is much more other work to do. And Victor Baburin for at least a month will have to go back to Asia. Сергей Анатольевич будет встреча с главами более пяти государств стран Латинской Америки. Логистику он понял. Долететь до одного крупного города, и там уже два-три часа, и ты в других странах. Mr. Сибиряков will have to meet with heads of state of more than five Latin American countries. He has already understood the logistics there. You fly into one major city, and then two-three hours fly to get you to other countries. Увенчается это все таким вот большим энергетическим форумом уже в ноябре, на котором многие президенты самых разных государств всего мира будут. And these all efforts will be crowned with a big energy forum in November, that will be attended by presidents of many different countries of the world. And yesterday, quite late at night after 11, Mr. Sibirikov came back from his negotiations with bolivian partners in order to prepare a meeting there. And Bolivia is quite an interesting country, it has big resources of iron ore, more than 40%, and also hydrocarbons. Многие, конечно, удивятся, но нефть там более чистая, более качественная, и ее больше вообще, чем даже в той же Венесуэле. Но подойти и освоить вот эти недры с помощью существующей транспортной технологии, минуя технологию SkyWay, просто невозможно. Но это просто невозможно, чтобы обеспечить эти ресурсы, минуя для них с существующим транспортным системом и без SkyWay. Я могу сказать такой момент, друзья, что когда SkyWay и Анатолий Эдуардович и вся команда развивает непосредственно действительно инновационную технологию, кто-то делает инфраструктурные скамы. I cannot go around mentioning the fact that when friends SkyWay and Mr. Yunitsky develop innovative technologies, some other people create infrastructural scans. Мы с этими ребятами встречались еще когда-то у нас тоже только компьютерная графика была, и тогда эта команда пыталась сделать высокоскоростной транспорт, а-ля опять же SkyWay. Ну, естественно, ничего не получилось. Мы встретили этих ребят на сцене, когда мы только были компьютерные графики, и они пытались сделать высокоскоростной транспортной транспортной а-ля SkyWay, но, конечно, ничего не произошло. Так, Андрей, включи. Называется Imaji Gyroscope. Что-то так называется. Картин. И вот этот гироскопный вид транспорта, представьте вот такого монстра на улицах вашего города. Он поднимается, встает и даже может выполнять различные пожарные функции. Андрей, переводи тогда. Все это реально будут продвигать этот транспорт. Даже мои арабские коллеги мне сказали, что вроде как Катар рассматривает его как потенциальный вид транспорта в 2020 году чемпионату мира по футболу. Я повторюсь, я называю подобные проекты потенциальный. Я повторюсь, я называю подобные проекты потенциальный. Инфраструктурный скам. Но я повторюсь, я говорю, что я называю подобные проекты потенциальный инфраструктурный скам. И если на уровне государства рассматривают подобные проекты, то какой же тупик вообще действительно в сфере инновационного транспорта? И подумайте, а есть ли у нас вообще реально такие вот серьезные конкуренты? И если страны считают подобные проекты, то вы можете представить, что только SkyWay может представить действительно не просто какую-то конкуренту? Это прожекторство, не просто какую-то визуализацию, инженерно просчитанное, выверенное, гениальное и применимое решение. So only SkyWay can truly present not just some computerized visualization, but really designed, engineered, exactly calculated, genius and applicable solution. Ну и естественно настанет время, что просто даже не будут рассматривать другие проекты, так как уже будет шагать по планете SkyWay. And of course time will come when they will no longer even consider other projects because SkyWay will march on the planet. And of course time will come when they will no longer even consider other projects because SkyWay will march on the planet. Okay. And of course time will come when they are in the way. Anyway I will change focus on because of VisualTrain School. Да, я просто ставил. Ну, коллеги, я как тамада, то есть, кстати, достаточно неплохо справляюсь, во всех комнатах у нас одновременно. Потому что этого монстра Словакии тоже должны увидеть и оценить его перспективы. И смогут ли подобные виды транспорта или, допустим, транзитный автобус второго уровня, который сейчас в Ангаре пылится, на него было вбухано миллиарды долларов в Китае, решить проблему транспорта? И, возможно, действительно, такие какого транспорта, которые смогут решить проблему транспорта, когда есть этот транзит-бус второго уровня, на котором миллион, которые были потратены в Китае, сейчас гадает пыль в Ангаре? Да. 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 Ну, что, друзья, мы уже не в начале пути SkyWay но приближаемся потихоньку к золотому такому времени. skyway. И я всегда провожу аналогию, та же самая цифровая экономика криптовалюты, капитализация, ну даже сейчас я посмотрю сколько капитализации, чтобы вас не обмануть. А сейчас 152 миллиарда долларов, ну чуть побольше, если округлить. Это значительно больше, чем капитализация Газпрома, Сбербанка, но что-то мне подсказывает, это меньше капитализации, которая у нас будет с такими проектами Skyway через пять-шесть лет, то есть мы долго запрягаем, но быстро поедем. And this is much, much more than the capitalization of Gazprom or Sparebank, but something tells me that it is a far lesser capitalization that Skyway will have with such projects in five to six years. Мы марафонцы, друзья, то есть мы бежим марафон долго, но мы сорвем все лавры. Они спринтеры, и не факт, что они добегут до тех расстояния, до которых мы добежим. Our friends, we start slowly, but then we will run, and we are marathon runners. These other guys are sprinters, and there is nothing to tell us whether they will run till the very destination, but we, the marathon runners, we will reach our destination. Но у нас будут определенные для них предложения, решения, чтобы они уже бежали с нами. Представьте, например, морские порты, именно вся эта концепция транспортно-логистических перевозок с автоматизированным бухгалтерским учетом и с выстраиванием транзакций всех на блокчейн. But we will give them our proposals, our solutions, and we'll ask them to join us and run with us. Can you imagine all these ports with their transportation and logistical system with automated accounting and transactions done through blockchain? Так, Чаба не перевел, да? Так что, друзья, мы пока с Сергеем выстраиваем рыночную востребованность как футурологи, хотя футуролог у нас один, это Анатолий Эдуардович. Как такие, я даже не знаю, футурологами стыдно называться, выстраиваем такую рыночную применимость. Но покажет только время, что действительно нам нужно для SkyWay. Мне и М. Сибириков, мы планируем эту маркет-деманную маркет-application как футурологи. Но я чувствую, что я не знаю, что мы называем футурологи, потому что мы имеем только один футурологист, который был М. Юницкий. Но, как мы называем себя, мы планируем эту маркет-деманную, и только время будет показать, что мы действительно нужны для SkyWay. Нужна будет цифровая экономика, синхронизируем и присоединим. Уже прорабатываем и общаемся с командами. Не нужна, справимся без них. Потому что мы-то справимся без них, а справятся ли они без нас? Если мы, если мы-то должны, окончить, что мы-то возьмем декор mexечение. Мы собираем все это, связями и электрируем проекты, и мы будем покаживать все, что мы должны. Мы уже работаем на это, с разных режимов. Но если мы не нужны, окей, то мы будем уметь без них. На вопросах не обращайтесь, мы будем уметь. На вопросах они будут уметь, но обращаются. Так что, друзья, в любой экономической ситуации ответ один – SkyWay. Ну все, вот такой вот вебинар, то есть основные новости, я думаю, что осветили на сегодняшний день без упоминания каких-либо мест, городов. Все будет только постфактум, потому что враг не дремлет. Благодарю, друзья, за вебинар. До скорых встреч на следующем году. So, my friends, that was it for our webinar. I believe we covered all the main news without, of course, naming places and cities, which we will only name post-factum, because our enemies do not sleep. But that is it. Thank you, and see you in our next webinars. Ну да, вот Андрей, наш активист Екатеринбургский, правильно ответил. Если не знаешь, что делать, то SkyWay. Логика в этом более чем. Екатеринбург, активист, is so very right. If you do not know what to do, build SkyWay. And truly, there is great logic behind that. Dear colleagues, if you do have any questions, I'm ready to answer them. If not, I am ready to finish this webinar. Так, ну и скоро мы... Конечно, будет SkyWay обязательно будет на InnoTrans, потому что уже после InnoTrans 2016 было получено предложение на InnoTrans 2018. And, yes, of course, SkyWay will be in InnoTrans, because even after InnoTrans 2016, we at once received the invitation for 2018. When will we start there and will Sibiricop go there? Well, my friends, I think we should start with Africa. What about the Antarctic? When will we start there and will Sibiricop go there? Well, my friends, I think we should start with Africa. It seems that our dearest troll, Dmitry from Minsk, hasn't left us. He is learning and trying to absorb the information about SkyWay. Every challenge that troll may become an active SkyWay person. So, friends, let's end it there. Good luck.